Здравствуйте! С вами Борис Блохин. Прекратились переговоры с диспетчерами. Пилоты не отвечали на запросы с земли. Этот лайнер рухнул в Черное море недалеко от аэропорта Адлер, от того места, где он взлетал. Почему в Моздоке он должен был первоначально приземлиться? Дело в том, что маршрут Ту-154, который направлялся в Сирию, протекал не напрямую через Турцию, поэтому маршруту лететь, безусловно, ближе, а он делал такой достаточно большой крюк, поскольку воздушное пространство над Турцией закрыто для пролета военной авиации. А все-таки Ту-154, несмотря на то, что являлся пассажирским самолетом, все-таки принадлежал Министерству обороны. И вот этот крюк, это Северный Кавказ. Самолет должен был пролететь над этой территорией, над акваторией Каспийского моря, затем Аран и вот затем Сирия. Вот такой крюк он должен был сделать. Естественно, топлива для этого самолету не хватало, поэтому нужно было сделать дозаправку. И здесь никаких проблем, собственно говоря, не возникало. И он успешно долетел до Адлера, и через какое-то время, уже рано утром, в пять с небольшим утра, ему дано было разрешение взлетать. Что-то произошло такое, что прервало полет этого самолета. Сегодня спецслужбы выдвинули четыре версии, над которыми они сейчас работают. Эти версии, как там подчеркивают, являются именно рабочими, то есть они как бы неофициальные. Возможно, что, и это, конечно, произойдет, какие-то версии будут отвергнуты, возможно, добавятся другие версии. Тем не менее, вот сейчас, на этот момент, известно, что одна из версий – это неисправность двигателя. Возможно, что туда попал какой-то посторонний предмет. Вторая версия – это ошибка пилотов, что, естественно, это тоже всегда рассматривается в качестве одной из причин того, что могло произойти. И еще одна версия, которая рассматривается в качестве рабочей – это техническая неисправность каких-то элементов системы этого лайнера. Версию теракта в качестве рабочей пока спецслужбы не рассматривают, но возможно, что она добавится к этим рабочим версиям. Ну, совершенно понятно, что просто, наверное, сейчас органы, те люди, те службы, которые занимаются расследованием этого крушения, они оперируют тем, что имеется у них в наличии, теми фактами, которыми они располагают. Известно, что вот сегодня уже практически найдены некоторые обломки лайнера не очень далеко от берега. Найдены также несколько тел погибших пассажиров этого лайнера. Поиски, безусловно, продолжаются. Конечно же, главная цель – это найти черные ящики этого самолета. Дело здесь осложняется тем, что на этих ящиках нет так называемых радиомаяков, то есть тех приборов, которые могли бы помочь их обнаружить. Поскольку этот самолет, как я уже говорил, был военным, являлся военным, то, понятное дело, вот эти вот маяки, чтобы они не достались кому-то, какой-то третьей стороне, они засекречены, вернее, черные ящики. Именно поэтому там нет вот этих радиомаяков. То, что лайнер не смог набрать высоту, то, что он рухнул в море буквально через пару минут после взлета, это первый вопрос. Почему такое произошло? Что произошло на борту? Действительно ли это была некая птица, про которую говорили в первые часы после катастрофы, которая залетела в двигатель и таким образом могла прервать его работу? Ну, в этом случае птиц должно было быть несколько, поскольку в Ту-154 три двигателя. Естественно, если один прекращает работу, то два других, как правило, работают. Для того, чтобы прекратили работу сразу три двигателя, нужно, чтобы залетела целая стая птиц. Люди, которые знают те места, утверждают, что где-то рядом находится некий орнитологический питомник, и вот эти птицы, они могут летать вот в этой местности, и таким образом столкновение с самолетом не исключено. Но, с другой стороны, там находится аэродром Адлерский, аэропорт, откуда ежедневно взлетают сотни рейсов и садятся сотни рейсов. И вот такого случая еще там вроде как бы не бывало. Техническая неисправность лайнера тоже отрабатывается в качестве одной из версий. Ту-154 — среднемагистральный реактивный пассажирский самолет, разработан в конструкторском беру Туполя. Во-первых, полет состоялся 3 октября 1968 года. Спустя примерно год в Куйбышеве началось серийное производство лайнера. Тогда же самолет продемонстрировали на авиационной выставке в Лебурже. Лайнер рассчитан на 150-180 пассажиров, длина — 48 метров, размах крыльев — 38 метров, крейсерская скорость — 900 км в час. До последнего времени лайнер оставался одним из основных и самых массовых в нашей стране. Его серийное производство было прекращено в 2013-м. Основной причиной стала не столько выработка ресурса, сколько низкая топливная эффективность двигателя и высокий уровень шума. Ту-154 морально устарел, и перевозчики стали заменять его более современными аналогами — «Боингом-737» и поздней модификацией аэробуса А-320. В 2009 году эксплуатацию лайнера на регулярных рейсах прекратили авиакомпании «Сибирь», «Россия» и «Аэрофлот», который на протяжении почти 40 лет использовал машину как основную. Последний борт, сошедший из конвейера, был передан Министерству обороны. За всю историю эксплуатации в авариях и катастрофах потеряно 72 самолета. Самой крупной аварией с участием Ту-154 и всей советской авиации стала авиакатастрофа под Учкудуком в 1985 году. Тогда перегруженный самолет свалился в штопор, на борту находились 200 человек, все погибли. Причиной катастрофы назвали ошибку экипажа. Серьезный инцидент Ту-154 произошел 7 сентября 2010 года. Авиалайнер компании «Алроса» выполнял рейс по маршруту «Удачный Москва». Через 3,5 часа после взлета на его борту произошла полная потеря электропитания, в результате чего отказали бортовые навигационные системы и электропривод топливных насосов. В итоге экипаж произвел вынужденную посадку в бывшем аэропорту Ижма в республике Комино, давно выведенную из строя и непригодную для приема самолетов такого типа взлетную полосу. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Известно, что данный самолет Ту-154 был произведен в 1983 году, то есть ему больше 30 лет. С одной стороны, как бы судно не новое, то есть можно утверждать, что оно уже эксплуатируется давно, хотя в Минобороны говорят, что оно не выработало и двух третей, даже половина своего ресурса, в отличие, скажем, от коммерческих самолетов, таких же Ту-154, которые эксплуатируются гораздо интенсивнее. С другой стороны, есть самолеты, которые продолжают летать в мире, в том числе и на коммерческих рейсах, которым чуть ли не 50 и не 60 лет. Поэтому данный возраст для такого типа самолетов не является критическим, не является даже сомнительным. Ту-154 — это вообще такой самый популярный в Советском Союзе самолет. Это вот как сейчас, наверное, Boeing 737 в мире. Он используется как на достаточно близком расстоянии, так и на относительно дальних рейсах. В общем, в свое время, когда авиация в Советском Союзе была, ну, скажем так, на более высоком уровне развития, когда у нас было относительно все в порядке с этим, то вот эти лайнеры, они использовались постоянно. Когда не было у нас еще Boeing'ов, не закупали наши авиакомпании, то Ту-154 являлся самым популярным самолетом в Советском Союзе. И, учитывая то количество вот этих машин, которые были произведены, вот среди этого количества аварий, которые происходили с Ту-154, их относительно немного. То есть этот самолет можно с полным правом назвать одним из самых надежных самолетов в мире, по крайней мере, своего времени, своего поколения. Понятно, что сейчас, и это никто не скрывает, Ту-154 уже является морально устаревшим. Достаточно, например, зайти в кабину этого самолета и посмотреть на приборную панель, или сравнить ее, скажем, с тем же Boeing'ом 737. Понятно, что уровень оснащенности уже уступает, он просто стареет морально. Но, с другой стороны, нынешние самолеты, они оснащены электроникой, и, по мнению некоторых специалистов, это не делает их более надежными. Вот как раз самолеты такого типа, как Ту-154, именно из-за того, что механика там превалирует, они считаются, опять-таки, подчеркну, некоторыми специалистами, некоторыми экспертами более надежными, чем те же Boeing'и. Но это уже вопрос к самим специалистам, так ли это на самом деле. Это уже тема для отдельных программ. Это уже другой вопрос. Еще одна версия – это некачественное топливо. Тоже интересная версия, поскольку тем же самым топливом в том же самом аэропорту Адлера заправляются каждый час и другие самолеты, которые летают в совершенно другие места, и никаких проблем не было. То есть, по крайней мере, в тот же самый момент, когда заправлялся Ту-154, этим же самым топливом заправлялись как минимум, ну, два, наверное, или три самолета, которые должны были отправиться в какие-то другие места. Поэтому тоже здесь очень много вопросов. Опять-таки, специалисты, которые занимаются расследованием, в конце концов, разберутся и в этом вопросе. Ну, и техническая и момент того, что произошла ошибка пилотов – это тоже достаточно спорный момент. Это могло произойти и могло не произойти. Что там произошло на самом деле, тут уже, как говорится, гадать нам не имеет никакого смысла. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, как раз нужно дождаться, когда будут найдены черные ящики, когда будет прочитана их содержимое, та информация, которая на них осталась. И еще одна версия, которая очень активно обсуждается вот в последние сутки, сразу после катастрофы – это теракт. И эта версия, безусловно, имеет право на свое существование, особенно учитывая ту сложную политическую ситуацию, на фоне которой все это произошло. Учитывая те события, которые происходили в последнюю неделю. Не прошло, кстати, и семи дней, как произошел страшный теракт в Анкаре. Был убит наш посол в Турции Андрей Карлов. Произошел теракт в Берлине, где грузовик врезался в толпу людей, которые пришли на новогоднюю, на рождественскую ярмарку в центре города. И, безусловно, все это объединяется теми событиями, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, событиями в Сирии. То есть все вот эти события, они так или иначе связаны с событиями на Ближнем Востоке. Поэтому исключать эту версию тоже было бы некорректно. Другой вопрос, опять-таки, что в конечном итоге комиссия, которая сейчас занимается расследованием, она выяснит все-таки все детали того, как это происходило. Сейчас говорят, что, с одной стороны, какую-либо взрывчатку было трудно пронести на борт этого самолета, поскольку он принадлежит Министерству обороны. Там своя особая охрана, свое отношение ко всему, свои требования. С другой стороны, именно потому, что этот самолет принадлежит военному ведомству, он не проходит положенные меры безопасности, которые проходят любой другой лайнер, и пассажиры тех лайнеров, которые отправляются в коммерческие рейсы. То есть имеется в виду, что те люди, которые поднимались на борт этого самолета, этого злополучного рейса, могли не проходить процедуру досмотра, которую проходят обычные пассажиры, которые идут на посадку, садятся в коммерческие самолеты. Так ли это или нет, опять-таки, это все выяснит следствие. Но, безусловно, такая версия тоже имеет право на свое существование. Такое мгновенное пропадание самолета с экранов радаров, то, что экипаж не вышел на связь, говорит о том, что все-таки приоритетной является версия или внутреннего взрыва с мгновенным разрушением самолета, или внешнего воздействия. Что ваш опыт говорит об этом? Ну, сначала были там недостоверные показания, где, чего происходило, поэтому мысли могли быть разные. Сейчас, в принципе, да, более-менее, хоть понятно, где это произошло, и, в общем, на основании своего личного опыта достаточно сложно придумать такую техническую неисправность, при которой командир бы не смог доложить руководителю полетов о том, что происходит. Потому что военные летчики, они отличаются как раз тем, что написано в РЭЛе, по любому поводу необходимо произвести доклад, чтобы на земле знали и помогали. Поэтому это как бы в крови у нас военных летчиков. Доклада не было. Но вместе с тем и погодные условия такие, что ошибки такой техники, техники пилотирования он допустить просто не мог. Ну, нормальный летчик, если после взлета такие ошибки не допускаются, где бы он мог там как-то перевернуться или что-то. Поэтому больше всего вот ваш тезис о том, что, да, это теракт, он подходит под молчание летчика. Вот. И других технических неисправностей я вот придумать для себя не смог. А просто что-то произошло такое, что парализовало работоспособность летчиков всего экипажа напрочь. — Скажите, пожалуйста, вот известно, что самолет отлетел от берега, как сейчас говорят, на 6 километров. До этого звучала цифра полтора километра. Ну, значит, мы можем говорить о каком-то таком расстоянии от точки взлета. На какую высоту может подняться, в принципе, самолет за такое время? Ну, в общем, высота набора зависит от схемы, по которой он выходит. И дается на земле диспетчерам по схеме или какие-то могут быть отдельные указания. Вот. Но, в принципе, за эти там полторы-две минуты, ну, он мог набрать там метров, может быть, там 400-500. Поскольку, ну, практически около минуты уходит этот взлет. И там уборка шасси, уборка закрылков, это практически метров будет 100-150. Ну, и за оставшуюся минуту, там, с какой-то определенной вертикальной, можно еще там метров, может быть, там 200-300 набрать. Но в любом случае это не километры, да? Нет, это не километры. Это до, конечно же, до километра. Вот. Я бы даже еще и сузил это. Высота меньше километра. Вот. Примерно наполовину. И то, что там вот шасси нашли достаточно далеко, а основные части достаточно близко, ну, может быть, и свидетельством того, что она оторвалась в результате внешнего воздействия и так далеко улетела, забросилась. То есть этот разброс сразу, конечно, вас насторожил, да, деталей? Да, конечно, конечно. Ну, и еще вопрос. Министр транспорта России Максим Соколов продолжает настаивать на версии или технические неисправности, или ошибки пилотирования. Не обидно ли вот просто эмоционально для вас, как для летчика-героя России, то, что вот такие гражданские люди, не имеющие, по большому счету, отношения к авиации, периодически первым делом пытаются, ну, как-то куснуть пилотов, которые, по-моему, делают великое дело? Ну, я бы сказал, что, ради бога, это нужно, как бы, там, допустим, ихнюю сверхжадайку посмотреть. Ну, первое. Почему теракт, да, мы там сейчас не озвучиваем? Ну, допустим, могут быть там два варианта. Либо мы не хотим там пестиж аэропорта Сочи уронить, да, что, ну, вот такой вот аэропорт, и тут вдруг что-то промухали. Это одно. Второе. Ну, да, мы ловим террористов, поэтому озвучивать версию террора сейчас там преждевременно, чтобы не спугнуть или что-то. Хорошо тоже, вроде бы, понятно. Ну, а так, в общем-то, по всем документам составляются какие-то версии. Ну, в первую очередь, конечно же, идет версия. Это техническая неисправность, человеческий фактор, дальше какие-то, ну, метео, еще там, условия. Если метеоотверглись сразу, то вот они остаются. Тут деваться некуда. Есть просто, называется, правила, да, по расследованию авиационных происшествий. Поэтому в соответствии с ними они могут говорить. Другое дело, что, конечно же, надо рассматривать вот при обсуждении и этическую сторону тоже. Может быть, не надо там действительно озвучивать вот так все, вопрос сказать, что, ну, рассматриваем все версии. Не надо конкретно какие-то выделять. Тогда будет как-то поспокойней. Вас наверняка привлекали к рассмотрению авиапроисшествий такого рода. Как вам кажется, сколько времени может занять, обычно занимает установление подлинных причин вот этого происшествия? В принципе, безусловно, что зависит от состояния параметрии, которая записывается. Ее, если она сильно повреждена, то могут как бы затянуть следствие, потому что нужно получить какие-то объективные данные. Вот. Если же она не повреждена, это видно, ну, значит, какие-то выводы можно делать будет побыстрее. Ну, а, в принципе, вообще записи не сохранилось. Можно думать про это достаточно длительный период времени и все равно фактически правильной причиной не указать, а только лишь предположительной. Поэтому говорить о сроках сложных. То есть в каждом случае свое на старых машинах вот эти вот записи, да, бортовой информации, они могут быть ограничены. На современных самолетах пишем по 3 тысячи параметров. Там, если она сохранилась, то достаточно детально можно разобраться во всем. А там все-таки он старинный самолет. Что там пишет, что не пишет, надо смотреть. Временной фактор. Он достаточно расплывчатый и в каждом случае свое. Поэтому надо просто смотреть, что будет происходить. Ну, те вот происшествия, в которых я принимал там участие, да, мы, в принципе, как бы имеем понимание, что определенные сроки выделяются на проведение этих расследований. Но в некоторых случаях председатель комиссии может их расширять с целью детализации. Ну, как вот фактор, например, там, в каком-нибудь насосе оторвалась какая-то шестеренка. Надо провести анализ материала. Почему она сломалась или что-то. Это производится в лаборатории достаточно длительный период времени. Но, зная военных, да, и то, что сейчас будут, конечно, все указания направлены на то, чтобы ускорить, я думаю, что года мы ждать не будем. Я думаю, что все произойдет, ну, достаточно в сжатые сроки. Потому что и найти смогут. Если быстро найдут, значит, он не разрушился, значит, и определить смогут достаточно быстро. А если так, то комиссия постарается достаточно в сжатые сроки сформировать свое мнение. Так что это, ну, я думаю, что, ну, там, несколько недель. Владимир Вольфович, тяжело в такой день, конечно, делать эфиры. Но, тем не менее, ведь не бывают случайности. Весь год тяжелейший, весь год сложнейший. Все, что происходит, имеет свои смыслы. И иногда, как бы не было тяжело, необходимо их пытаться осознать. Да. И здесь я понимаю, постоянно летают самолеты. Военнослужащим тяжело на чужбине. Хотя там погода получше. Но все равно чужая страна. Конечно, нужна культурная программа. Гуманитарная помощь нужна, потому что люди нуждаются там столько лет без медицинской помощи, без всего. Это очень печально. Это мужественные люди, которые все-таки летят, полные самолеты туда, все делают. Но, может быть, какие-то версии оправдаются. Трудно поверить, что это птица. Но птица могла один двигатель остановить. Все ты двигатель не остановишь. Самолет может планировать еще. Самый опасный взлет и посадка произошло при взлете. Когда моторы ревут на бешеной скорости. И вот любое колебание. Погода хорошая. Экипаж опытный. И даже у обоих летчиков инфаркт. Рядом сидят запасные летчики. 9 человек экипаж. Двойной экипаж. Поэтому люди... Ну, хотя при взлете трудно, конечно, быстро заменить летчика. И там самолет все-таки не самый лучший в смысле техники. Сложный в управлении. Самый сложный наш самолет Ту-154. Это все летчики признают. Очень тяжелая центровка. Я сам много раз летал. И меня это раздражало. Выходят сперва пассажиры второго салона. А я в первом. Это не первый класс, но просто первый. Вот что за самолет вы выпустили? Если на каждом аэропорту мы должны ждать, пока выйдут пассажиры второго салона. При посадке наоборот. Сперва сажают пассажиров первого салона. Это вот, может быть, и в этом смысле конструктивная какая-то вещь. Тысячу самолетов 50 разбилось все-таки. И за границей они летали, разбились. То есть самый падающий самолет. Самый надежный другой у нас. Ил-86, Ил-96. А это вот Ту-154 оказался самым опасным. Они больше не выпускаются. И 33 года. Мы не раз говорили. Мы все-таки установили предел. 25 лет. 20 лет. Нам говорят, нет, возраст самолета не играет роли. Но износ металла играет роль все равно. Все равно, даже если полностью его заменили, фюзеляж-то вы не заменяете, трудно определить. Эксперты покажут. Говорят, не было теракта. А как вы так быстро определили? Еще ничего не собрали. Ни обломков, ни людей. Нет, теракта не было. А как же так? Вы из чего? Как вы анализы? Нужно анализы взять. Нет ли остатков взрыва, пожара? Потом уже можно заявлять. Потом, если это не взрыв на самолете, то летчики могли сообщить что-то. Почему моментально прервалось? Все, взлетело, и никакой связи нет. Потеряли связь. Что-то внезапное произошло. Экипаж огромный. И всего полтора километра от Адлера. Там, наверное, из мобильников можно было что-то передать, какие-то смски. Моментально погиб самолет, экипаж. Все погибли. Летчики. Это, конечно, специалисты скажут. Конечно, никто тут, наши службы, навряд ли кто-то виноват. Но ночь. Адлер меня тоже это не очень, как бы, вдохновляет. Рядом граница с Абхазией. Это, считай, Грузия. В принципе, граница открытая. В горах могут быть люди, которые не самым лучшим образом к нам настроены. Поэтому специалисты пускай скажут. Но, в принципе, конечно, это нам в любом случае. Это самое печальное, неприятное перед Новым годом. Но если это делали враги России, то они рассчитали правильно. Вот Новый год, последние пять дней осталось. Пускай мы еще раз испортим настроение. В понедельник посла убили. В воскресенье самолет обрушили. Может быть, это вот серия нам в кавычках новогодних подарков. Хотя им было довольно сложно угадать, потому что обычно военные борты шли в Моздок, а не в Сочи. Поэтому запланировать такого рода диверсию выглядит относительно маловероятно. Сложно. А может быть, это было внешнее воздействие. Теракта не было изнутри. А внешнее? Мы же не можем это все сказать, что все было под контролем. Все Черное море, все воздушное пространство. Ночь. Потом, может быть, что-нибудь проявится. Что где-то было что-то такое. Подождите. Сперва маленький нюанс, который вы не хотите все отметить. Почему самолет делает дозаправку в Адлере? У него дальность полета 4000 километров. Он мог вполне долететь до места назначения Латакия. Почему он делает посадку? Совершает дозаправку. У него 3900. Да, в Адлере меньше, чем 4000 километров. Надо другой самолет было. О чем мы тут будем спорить? 43900, это не играет руку. Он больше не может ему посадку делать обязательно. Мог долететь. А вот в Адлере попросили сделать посадку, чтобы свой керосин заправить. Чтобы к Новому году получить больше доходов. Это тоже пусть разбирается специалист. Дальше. Про террор. Вы говорите, вспомните босмачей. Я уже тысячу раз всем объяснял. Босмачей мы не победили. Мы их отпустили. Мы открыли советско-афганскую границу. Они собрали всех лошадей, верблюдов, золота, деньги, семьи, женщины. И спокойно ушли туда. Почему и была зверская наша война в Афганистане. Мы боролись с внуками тех босмачей, которых мы выгнали 70 лет назад. Лесные братья, мы с ними 10 лет бились. 10 лет. Это огромный срок. И они были на нашей территории. Это как раз наша слабая страна. У нас внутри страны победили Гитлера. А внутри страны все еще партизаны пронемецкие орудуют. Террор, который сегодня. Никогда победить нельзя. Нельзя ставить задачу. Мы победим. Никогда не победим. Это идет гражданская война в масштабах всей планеты Земля. И террор, основанный на религии, очень сложно победить. Потому что он формируется добровольцами. Миллионы и миллионы, в том числе тысячи людей наших, граждан, поехали воевать против нас. Несколько сот человек воюют на Украине против нас с вами. Это и национальный вопрос уже не играет роли. Они воюют там за какую-то идею. Почему они туда поехали? Это потом вы скажете почему. Поэтому про террор. Беженцы без работы сидят. Да не надо. Беженцы без работы. А что у Вьетнана нет террора? Те, которые поехали еще из неплохих семей. Так не надо говорить. Если бы это были бедные, у них бы не было денег, чтобы купить билеты туда добраться. Беженцы поехали в Европу. Это дом отдыха сегодня. Всемирный дом отдыха Европа. Каждому хочется отдохнуть. Мы зарплату не можем дать 50 тысяч. А там пособие первое. Приехал на их территорию, ступил ногой. На тебе 50 тысяч. Я в рублях называю. Вот из Дивенцев. Я об этом говорю, что Запад пошел по нашей модели Советского Союза. В пользу нацменьшинств. В пользу приезжих. Все им. Им. Помогать. Вот они получили. Он рассыпается сейчас. Америка шла этой модели. Пришел другой президент. Хватит поддерживать другие страны. Хватит участвовать в войнах. Может быть изменится политика. Работать надо. Будет весь 21 век. И не надо ставить задачу, что мы объединимся. Мы победим. Гражданскую войну остановить нельзя. Она и у нас идет до сих пор. И у нас. Донбасс это продолжение гражданской войны. Небольшая.